ciao homie и сегодня будет немного разговорное видео честно говоря до последнего надеялся что меня как-то обойдет вся эта тема не придется ничего записывать не придется ничего рассказывать но вот честно говоря накипело и видимо время пришло поделиться своими мыслями поэтому поехали но думаю что из названия все уже становится ясно речь сегодня пойдет о таком феномене российского сегмента ютуба как секонд-хенд патрули ну и чтобы во всем это разобраться я предлагаю начать с определения самого слова секонд-хенд что же такое откуда это пошло в общем пошло все это дело из европы преимущественно из англии из голландии там как принято то есть у них существует либо целое мероприятие когда они отдают свои вещи либо у них просто на улицах стоят контейнеры куда они сгружают ненужные вещи которые там устарели не подходят им по размеру может быть износились вообще они даже не задумываются зачем они это делают они просто но их не выкидывают кладут в эти контейнеры понимают что возможно потом они принесут кому-то какую-то пользу то все думаю что и в европе большинство даже не подразумевает о наличии таких магазинов потому что как бы уровень жизни выше и в принципе им это не нужно но нашлись вот такие предприниматели которые собирают эти вещи огромными мешками огромными контейнерами и все это отправляют в другие страны на секонд-хенды ну и конечно же дело не прошло мимо россии то есть первоначально вся эта идея секонд-хенды было конечно же задумано для тех людей у которых недостаточно денег на новые вещи в принципе такое бывает к сожалению и это нормально опять же из минусов можно назвать это огромное количество подделок ну потому что просто сами подумайте объективно никто хорошие вещи не будет отдавать если они нравятся человеку если они реально классные ну или процент очень мал то есть конечно же огромное количество подделок и ты не можешь узнать какая история была у этой вещи что было с ее хозяином что было с владельцем что он с ней делал в общем в таком духе ну и скорее бы всего бы этого ничего не было и даже бы этого видео если не появились бы те люди которые умышленно бегают по этим секонд-хендом собирают там лучшие вещи и потом начинают их перепредавать дороже то есть как бы они намеренно отбирают возможность у людей которых туда реально пришли за вещами которым реально не во что одеваться и они пытаются продать им эта вещь дороже ну и в принципе с этим тоже можно было бы смириться потому что да так устроена жизнь зачастую все несправедливо и кто-то зарабатывает на другом но пока все это не добралось до русскоязычного ютуба есть уже начинается реально пиздец потому что это реально феномен именно российской сегмент ну я вас уверяюсь ли реально попробуйте что-нибудь загуглить в роли наших секонд-хенд патрулей на англоязычном сегменте ютуба вы найдете буквально там ну 12 ролика это они будут там как-то отстранены ну и просто люди будут ходить там не будет вот этих безумных погони они не будут там никого толкать не будут вырывать вещи друг друга из рук но в россии это все выросло до какого-то нереального масштаба у нас просто нереальное блять количество одинаковых каналов про секонд-хенд патрули просто огромное количество однотипных роликов они как правило говорю как правило все низкого качества то есть ну про качество как бы там речь вообще не идет однотипные видосы раз за разом то есть там 40 серий на одном канале там 50 на другом и самое блять ужасное что youtube реально это очень часто выдает в рекомендациях вот это реально невозможно терпеть вот хотите я вам сейчас быстрый тутор дам как сделать блять успешный секонд-хенд патруль к сожалению я посмотрел их достаточное количество чтобы записать это видео в общем чекайте короче первое короче понадобится какой нибудь крутой музон желательно даб степчик значит сначала тыкаем крутую музяку потом а вот в так называемый врыв когда открывается дверь это называется врыв накладывается ебическое количество спецэффектов все это под музон в принципе дальше уже не важно что будет и вторая вещь которая нужна это огромное количество кликбайтов то есть мы в названии хера чем просто все бренды на которые ведутся люди мы клеим все эти логотипы на значок видоса даже если там не будет это уже абсолютно не важно главное чтобы люди открыли этот видос главное чтобы были просмотры но чуваки это было бы неправильно с моей стороны все так раскритиковать и не посоветовать какой-то свой выход свой решение этой проблемы к сожалению да бывают такие ситуации когда у людей недостаточно денег на новые вещи а походить все-таки в какой-то красивой одежде хочется так вот что же делать первое конечно же торговые площадки существует ну огромное количество в том же самом вконтакте да и просто в интернете ресурсов где можно найти поддержанную одежду но там будет хоть какая-то уверенность что эта вещь была нужна там одним владельцем и более-менее известная история второй варик это дисконт-центр существует реально огромное количество всяких брендов у которых есть дисконт-центры будь то там nike adidas и питом уже можете купить гарантированную новую вещь по достаточно низкой цене просто эта вещь там была либо уценена либо прошлых сезонов вот но зато она будет гарантирована новая ну и третий вариант это масс-маркеты там zara h&m их опять же большое количество где вы опять же можете купить гарантированно новую вещь но тоже бы довольно приемлемой цене вот ребят все мысли которые накопились в голове за это время надеюсь вы правильно поняли это опять же мое субъективное мнение которое я никому не навязываю ну и на этом все всем пока